Мороженое. Любимое лакомство детей и взрослых. Как оно делается и кто в Югре его производит? Что можно сделать из кедрового ореха? Это у нас халва из кедровых орешков, ядро кедрового ореха, масло кедровое с живицей, мука из скорлупы, масло кедровое, чистое, стеклянной бутылки и очень вкусные натуральные кедровые конфеты. Такие продукты – настоящий рай для гурмана, и все они сделаны в Югре. Где и как? Смотрите внимательно. Нижневартовск. Нефтяная столица Самотлора. Место белых ночей. Здесь гордятся Алешей, первым югорским космонавтом Сергеем Рыжиковым и фестивалем «Самотлорские ночи». А еще гордятся местной продукцией, той, которая всерьез конкурирует с товарами, привезенными с других регионов, и сделана в Нижневартовске. Свои бренды известны вартовчанам, но чем же отличаются местные продукты от тех, что привозят с других регионов? Для этого отправляемся в мини-экскурсию на одно из местных предприятий. Начнем с мороженого. В этом небольшом цеху его производят вот уже 18 лет. Всего 35 видов. Согласно рецепту, в эти емкости подают приготовленное сырье и ингредиенты, и начинается долгий процесс перемешивания. Чтобы смесь стала более однородной, ее нагревают до определенной температуры. Тут вот смешивается все у нас, первый этап. После этого, при определенной, нагреваем при определенной температуре смесь, идет вот в этот... Да, это у нас гомогенизатор. Идет гомогенизация смеси. Это раздробление жировых шариков на более мелкие фракции. Потом с гомогенизатором у нас идет емкость для охлаждения. Процесс под сложным названием гомогенизация Гомогенизация позволяет получить оптимальную структуру мороженого, сделать его кремообразным. Затем в других емкостях смесь охлаждается до 4 градусов, и начинается так называемый процесс созревания. Длится он несколько часов. После этого смесь попадает в специальную установку – фризер. Там она частично замораживается и взбивается. От этого процесса зависит многое. Не только структура и качество, но и вкус мороженого – напрямую из фризера идет фасовка в вафельные стаканчики или рожки. Вот у нас 250 килограмм варка. У нас получается в пределах 3570 стаканчиков с одной варки. То есть 3500 стаканчиков с одной варки. Да. За смену сколько происходит? Мы тонну делаем. Это 4 варки по 250. То есть, грубо говоря, почти 14000 стаканчиков. Да. И все это на плечи двух вот этих скромных дар. Ну, они меняются. Работникам цеха, на самом деле, можно проверить качество здесь, на месте. Вот есть весы рядом. Стаканчик должен весить не меньше 70 грамм. Вот здесь 74. Все в порядке. Технология полностью соблюдена. Но это еще не все. Почти готовое мороженое отправляют в закалочную камеру, где уже установлена необходимая температура. Ну, а дальше мороженое обретает полный товарный вид. Упакованное мороженое хранят на складе, в большом холодильнике. А после товар уже попадает в магазины. Все это мороженое сделано в Югре, если точнее, в Нижневартовске. Вот уже больше 20 лет местная компания «Содружество» занимается производством продуктов питания. Холдинг, как управляющая компания, объединяет несколько брендов. Первый – «Пани» – это производство мороженого, майонеза и полуфабрикатов. Другая – пара торговых марок «Центр Сибирь» и «Кедрорай». Осуществляет переработку дикоросов и производство продуктов из таежных ягод и кедровых орехов. Холдинговая компания «Содружество» – это компания с многонаправленными видами деятельности. То есть мы занимаемся производством продуктов питания. История по производству продуктов питания уходит еще в прошлое столетие. То есть в 1997 году вышли первые партии майонеза. В прошедшем году, в 2017 году, был юбилей цеха мороженого. 15 лет, как мы производим мороженое. Цех по производству полуфабрикатов мясных мы открыли в 2005 году. То есть в прошлом году было 12 лет. То есть у нас в прошлом году был такой юбилейный год. И было 5 лет нашему новому направлению – это переработка дикоросов. Основная концепция, которая и стратегия развития производства – это производство продуктов питания, безопасных для наших потребителей. Максимально используется натуральное сырье. Именно использование натурального сырья обеспечило успех компании. Так, к примеру, только здесь находится единственный в Югре полноценный цех по производству кедровых конфет. Согласно рецепту, замешивается фарш. Основные ингредиенты наших конфет – это ядро кедрового ореха, мед натуральный, ягоды или сухофрукты, которые непосредственно входят в состав. Здесь мы видим уже готовую смесь. Из одного килограмма фарша получается 68 таких шариков. Весь процесс придания формы будущим конфетам происходит вручную. Некоторым сортам конфет из кедрового ореха форму придают на станке. После формовки наши конфеты попадают на конвейер кондитерской линии. Первый этап – это глазирование. В нашем производстве используется только натуральный шоколад, содержание какао-болов, которым не менее 53%. Здесь у нас происходит декорирование. Конфет декорирование тоже считается ручной работой. После этого конфеты попадают в охлаждающий туннель. До минуса 5,5 градусов они охлаждаются. Этого достаточно. Здесь вот мы видим конфеты на выходе. Их собирают в листы и подходят к последнему этапу – это упаковка продукции. Без ручного труда даже на механизированном конвейере тоже не обходится. Так весь декор и украшения на конфеты наносят вручную. Раскладывают готовый товар тоже вручную. Единственный помощник – это упаковочный станок. Переработка декоросов становится одним из главных приоритетов компании. Из натуральных ягод и орехов здесь производят не только мармелад, конфеты, джемы и варенье, но и прочие десерты. Из кедрового ореха здесь выпускают хлопья, сухие завтраки, халву, муку, бальзам и один из самых главных и полезных продуктов – кедровое масло. Здесь у нас находится пресс для отжима кедрового масла. Кедровое масло мы отжимаем методом холодного отжима. Суть его заключается в том, что температура, которая возникает под давлением в результате отжима, не превышает 40 градусов, что позволяет сохранить все полезные свойства данного продукта. Машина для производства масла представляет собой два цилиндра. Орех засыпается внутрь и плотно закрывается сверху крышкой. Снизу давит поршень, приводимый в движение гидравлическим приводом. Орех сжимается, из него выдавливается масло и вытекает по трубкам из пресса. С одного килограмма ореха выходит почти пол-литра кедрового масла. В компании признаются, что переработка дикоросов – очень дорогостоящий процесс, и без поддержки окружных грантов и субсидий компания не смогла бы развивать это направление. Мы поддержку начали получать буквально от истоков деятельности этого направления. В 2013 году мы были участники конкурса, и мы выиграли, получили грант в 1 миллион 200 тысяч рублей. Благодаря этому мы приобрели очень серьезное оборудование, которое позволило нам увеличить производительность, например, переборки ядра кедрового ореха в 300 раз. И ежегодно мы участвуем, предоставляем документы, пользуемся субсидией, компенсацию затрат на привлечение оборудования. И в 2017 году мы тоже 300 тысяч получили, тоже государственной поддержки, поэтому мы очень благодарны. Это нам помогает, значительно помогает в нашем развитии. Эту уникальную продукцию можно купить не только в Нижневартовске. Она продается во многих городах округа и далеко за его пределами. У нашего розничного магазина есть интернет-магазин. Интернет-магазин создан для того, чтобы люди могли, не выходя из дома, купить товар. И из Московской области, и из Барнаула у нас заказы идут. Много разных городов. Из глубинки берут Ямало-Менецкий автономный округ заказы. Несмотря на то, что дорогая доставка, они все равно заказывают и берут. Как только поступает новый товар на прилавке фирменного магазина, Екатерина, менеджер компании, внимательно изучает его, чтобы быстрее выложить его в сеть и со знанием дела отвечать на вопросы заказчиков. Благо, магазин рядом с офисом. Вообще, в Нижневартовске у компании несколько фирменных магазинов. Здесь товар дешевле, чем в других местах. Хотя сами цены на продукцию, сделанную из натурального сырья, априори не могут быть низкими. Да, цена, возможно, здесь чуть-чуть повыше, чем в остальных магазинах. Но для моей семьи, для меня это очень важно качество. Все-таки качество, живая продукция, то, что находится в этом магазине. Если даже возникает какой-то вопрос о подарках, сразу же первым делом я еду сюда. Этот магазин позиционируется как место продуктов здорового питания. И название у него соответствующее. Почти все товары местного производства. Компания, обладатель товарного знака, сделана в Югре. Он красуется на многих продуктах. Выбор в этом магазине огромный. Множество деликатесов и натуральных продуктов. Один уникальнее другого. Каждую субботу мы проводим дегустации собственной продукции, где покупатель может попробовать, оценить и сказать свои пожелания и предложения. Но самое главное, почти все товары, представленные в магазине, неоднократные победители продуктовых выставок. Не только окружных, но российских и даже зарубежных. Ежегодное участие, получение дипломов, это подтверждение того, что наш продукт, он является качественным. И мы его сохраняем, это качество, на протяжении уже многих лет. А в конце программы остается только добавить. Ищите югорские продукты и товары на прилавках магазинов. Покупайте, пробуйте. Ведь сделано в Югре – это не просто товарный знак. Это настоящий знак качества. Наша гордость. Продукт, сделанный с югорской любовью и теплотой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова